Добрый день! Сейчас я покажу, как распределяется магнитное поле в пачке магнита. Вот имеются магниты. Естественно, что северный полюс... Северный полюс или южный у нас с одной стороны, южный с другой. Но сила притяжения по полюсам максимальная. А в центре, так как это получается один магнит, имеется стенкоблок. Вот если видно, центральный магнит не является магнитом. Он не магнитит. То есть вот этот центральный магнит не магнитит. Перестал быть магнитом. Ну, я думаю, хорошо видно. Сила при магничении по полюсам максимальная. Здесь она постепенно уменьшается. И в центре, где стенкоблока, она отсутствует. То есть нету такой картинки, как рисуют в учебниках. Вот так вот. Выходит силовая линия, заходит? Нет, она выходит и заходит. Выходит и заходит. Магнит утратил свойство магнита. Центральный. Хотя является обычным магнитом. Стенкоблока. Сюда входит энергия из внешней среды. Которая не фиксирована и отлично от магнитного поля. Здесь идёт эта энергия, когда заходит, то она разделяется на плюс и минус. Когда вместо входа внешнего поля энергии никак не фиксируется. Только тем, что магнит утрачивает свои свойства магнита. То есть часть магнитного поля, ну как бы его разбирают по полюсам этот магнит. Так, ещё один опыт. Вот есть пачка магнитов. Я беру вот такой фланец динамика. Трубка с нержавейкой, которая не магнитится. И в ней шарик металлический. То есть никакого магнита нет. Шарик. Феромагнетик. Вот он примагничивает. То есть сила, скажем так, сила взаимодействия довольно слабая. Естественно, в центре идёт отталкивание, потому что... Итак, к сожалению, выключается фотоаппарат. Вот два магнита, вернее, пачка магнитов и фланец с динамика. Нержавейка, в которой запрессован металлический шарик. Феромагнетик взаимодействует с магнитом, ну, скажем, с минимальной силой. Соответственно, какую он представляет собой форму и массу. В центре идёт отталкивание. Теперь, если будет контакт с феромагнетиком, то токи, которые наводятся в нём, гораздо усиливают магнитное сцепление. Вот магнит довольно большая масса, ну, наверное, около килограмма, ну, может и больше. Ну, вот наводится ЭДС. Деление на 10 вольт. Ну, это 50. Два с половиной стрелка согнется. Катушка бессердечника. Пачка магнитов держится на тех поверхностных элементарных токах, которые взаимодействуют с магнитным полем и усиливают его, усиливают сцепление с магнитом. Вот такой интересный эффект. Катушка бессердечника. Катушка, тканная красота. Катушка. 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 Катушка.